Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья, партнеры, новички корпорации «Новая эра», сегодня мы вас пригласили, чтобы поздравить с годовщиной компании корпорации «Новая эра» и подвести итоги. Посмотрите, сколько у нас появилось лидеров, чего мы добились, достигли, как развивается наша компания. Хочу вас поздравить с замечательным праздником, день победы Сталинградской битвы, и нам просто несказанно повезло, такой необыкновенный праздник, победа, и к нам еще и приехал удивительный человек, гость из Иркутска, которого вы все знаете. Сегодня мы с вами поработаем, решим определенные наши вопросы, и, надеюсь, найдем ответы на то, что мы не знаем. И открывает нашу программу заслуженный работник культуры России, солистка Дворца культуры профсоюзов Нина Елизарова. Поприветствуем, господа! Я лечу над Россией, словно в сказочном сне, И любые вековые ваши, кроме мне купола золотые тополи и седина. О, Россия, Россия, ты такая одна! Поприветствуем, господа золотые тополи и седина. О, Россия, Россия, ты такая одна! Желудские плесы, пешемелый наряд, Великами утесы, как солдаты стоят, Облака красные и отзор тишина. О, Россия, Россия, ты такая одна! Желудские плесы, пешемелый наряд, Веселые обиды девчонкаю, Убодили солдаты в бой за юность свою, Где цветы полевые попали на война. О, Россия, Россия, ты такая одна! Нет, не будет, не будет наше небо во мне, Будьте счастливы, люби вы на этой земле, Я лечу над Россией, над Россией моей. Я лечу над Россией, над Россией моей. Редактор субтитров Трумина Штанков Крамляшевского Гос Под звёздами и для счастья созданы В небеса бездонные смотрим ты и я. Светят звёзды с высоты, и слова мои просты. Мы желаем всем вам счастья с гублоса мечты. Светят звёзды с высоты, и слова мои просты. Мы желаем всем вам счастья с гублоса мечты. Нам любовь, как золото, бьётся сердце молото, Обещая новые дальние края. Светят звёзды с высоты, и слова мои просты. Мы желаем всем вам счастья с гублоса мечты. Не жалейте прошлое, пейте лишь хорошее. Пусть потом обманутся, и это не беда. Светят звёзды с высоты, и слова мои просты. Мы желаем всем вам счастья с гублоса мечты. Светят звёзды с гублоса мечты. Мы желаем всем вам счастья с гублоса мечты. Надеюсь, поделать настроение вам, да? Ну, дорогие друзья, у нас много новичков сегодня? Поднимите руку. Кто у нас впервые сегодня пришёл? Ну, немного, да? Ну, это тоже очень радует, потому что нас вообще уже очень много. Сегодня мы с вами поговорим немного о компании. О компании в основном поговорим, потому что весь рабочий момент мы будем обговаривать завтра в офисе. Корпорация «Новая» — я вас всех приветствую, во-первых, новички. Меня зовут Майя, я являюсь лидером Новоградского региона, и поэтому взяла на себя такую ответственность провести это мероприятие, подвести итоги и поздравить всех наших лидеров, партнёров, дистрибьюторов, новичков, что они решили прийти в корпорацию «Новая эра», изменить свою судьбу, изменить свою жизнь к лучшему. Корпорация «Новая эра» основана в 1980 году как военно-промышленный комплекс. Но в 1995 году перед китайским государством остров стал вопрос. Обратите внимание на то, что я вам говорю перед китайским государством, как поднять благосостояние своего народа и как поднять здоровье своей нации. И было принято решение в 1995 году создать корпорацию «Индустрия здоровья. Новая эра». Корпорация «Новая эра» изначально создана как социальная программа, потому что 1,5 млрд населения Китая нужно как-то трудоустроить, обеспечить работой. Поэтому в компании работает 4 млн китайских дистрибьюторов, это люди, которые изменили свою жизнь, изменили свою судьбу благодаря этой компании. В компании работает 35 долларовых миллиардеров, 1800 долларовых миллионеров. Скажите, пожалуйста, хоть одна компания в мире может похвастаться таким количеством миллионеров и миллиардеров? Кто знает? Кто знает? Многие у нас были в сетевом маркетинге. Есть где-то 1800 долларовых миллионеров? Нету. Нету, да? Вот здесь, в этом зале, кто сегодня пришел, все будут долларовые миллиардеры. К 2020 году нас будет тысяча. Это люди, которые сюда пришли, которые не боялись выйти из зоны комфорта, которые хотят что-то изменить в своей жизни, которые готовы идти вперед и вести за собой людей. Здесь сегодня присутствуют все лидеры. Так вот, с 95 по 2011 год компания не выпускал Китай на мировой рынок, пока они не решили свои внутренние задачи. В 2011 году компания вышла на мировой рынок и сразу заняла 18 место среди 100 лучших компаний мира. На первом месте была знаменитая компания «Эйвен», на втором «Амвэй», на третьем «Гербалайф». И никому неизвестная эра возрождения сразу заняла 18 место с товарооборотом 555 миллионов долларов, чем привлекла необыкновенный интерес всей мировой общественности. Откуда? Почему? Что за компания? Откуда она появилась? По каким же критериям? И как оказалось, по трём критериям. Это первая, единственная государственная сетевая компания в мире. Наконец-то в развитие сетевого маркетинга, сетевого бизнеса включилось государство. Это единственная компания в мире, которая вначале зашла на территорию Российской Федерации. И нам с вами несказанно повезло, потому что все компании, которые заходили в Россию, они заходили через Европу. Вначале подписывалась Европа, сливки снимала Европа, а потом уже то, что доставалось России. И я вам ещё раз повторяю, что нам очень повезло. Мы пионеры, мы открыватели этого бизнеса. И теперь вся Европа будет подписана под нами. Компания поддерживается и контролируется пятью министерствами Китайской Народной Республики. Министерством здравоохранения, космоса, иностранных дел, Министерством спорта и Министерством обороны. 400 миллионов долларов государство Китая выделило на развитие промышленных мощностей компании. 50 миллионов долларов на развитие международного рынка. И всего лишь 8 миллионов долларов на развитие российского рынка. Но она очень ошиблась. Когда мы были на конференции в Москве, президент компании на все услышания объявил, что Российская Федерация перевыполнила план на 600%. Они просто были в шоке. Они этого не ожидали. Они не ожидали, что компания в России будет иметь такую популярность. И вы, партнеры, друзья, вы все прекрасно знаете, какой у нас стоит бум. Особенно вы видели в офисе, как стоят люди в очереди, хотят купить уникальный революционный продукт, и в очереди стоят, заключают контракты. Да? Все видели? Корпорация «Новая эра» — это просто уникальная компания. Во-первых, это единственная государственная сетевая компания в мире. Второе — это уникальный революционный продукт, которому нет равных в мире. И третье — это совершенный маркетинг-план, где слабые, это пенсионеры, студенты, домохозяйки могут зарабатывать стабильно. Если я раньше на наших презентациях говорила от 10 тысяч до 30, то я теперь с уверенностью говорю, что наши домохозяйки могут зарабатывать 42 тысячи 44. Да, Танечка? С каким же продуктом они вышли на мировой рынок? Почему такой необыкновенный интерес всей мировой общественности? Они вышли на мировой рынок всего лишь с двумя базовыми продуктами. Это пыльца сосны и бамбук. 80% товарооборота компании «Новая эра» делает вот эта маленькая, шелтенькая баночка, где всего лишь лежит 108 таблеток. В 2011 году товарооборот был 555 миллионов долларов, в 2013 году товарооборот был 678 миллионов долларов, а в этом году товарооборот — 1 миллиард долларов. И мы с вами приняли непосредственное участие в этом товарообороте. И любимым первый наш спонсор компании «Новая эра», он гордится Россией, гордится городом Волгоградом, за то, что у нас такие амбициозные, трудолюбивые, позитивные люди, за то, что вы хотите изменить свою жизнь. Ну, второй продукт — это бамбук. Я уже много раз говорила на презентациях, поднимите руку, кто не был на моих презентациях. А поднимите руку, кто был на моих презентациях. Ну, вот видите, поэтому вы знаете меня все в лицо, то есть вы все прошли через мои презентации. Ну, я хочу сказать, что бамбук тоже необыкновенное растение, просто необыкновенное, так как я все время читаю, смотрю, мне все это интересно. Сегодня с 4 часов ночи читала, опять смотрела различные видео, чтобы вам что-то рассказать новое, интересное. Бамбук, самая главная его функция, он лечит нашу сердечно-сосудистую систему, он укрепляет наши сосуды. Вы знаете, что во всем мире 17 миллионов населения земного шара ежегодно умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. И как вы думаете, кто же от них умирает больше? Мужчины, наши любимые мужчины, без которых мы просто не сможем жить. Так вот, пыльца со сны — это энергия я, горячая энергия, мужская энергия, а бамбук — это энергия инь, холодная, сладкая энергия. Вы знаете, что вся китайская медицина основана на философии двух энергий, это инь и янь. Весь продукт корпорации «Новая эра» подается именно на этих двух энергетиках. И я сейчас вам хочу сказать, что пыльца со сны — это единственный продукт в мире, который завоевал самую высокую награду земного шара, получил международную золотую медаль за особый вклад в развитие человечества. Если все мировые БАДы, они направлены на лечение и профилактику физиологических заболеваний, то есть они направлены на лечение нашего физического тела, то пыльца со сны, она направлена на лечение нашего энергетического тела. Понимаете, да? Ну и вот такие уникальные продукты, такая уникальная компания, которая заходит один раз в сто лет. И я не устану повторить, что нам просто с вами несказанно повезло, потому что многие люди, которые пришли в эту компанию, они не просто здесь нашли работу, не просто они здесь зарабатывают деньги, они нашли здесь свою семью, потому что мы одна большая дружная команда. И любой человек, который переступил порог нашего офиса, который переступил порог этого концертного зала, это наш самый лучший друг, товарищ, брат, зван, потому что мы одна команда. Один человек в сетевом маркетинге не значит ничего. Только со своей командой он может стать сильным, лучшим и делать такие товарообороты, которые делаем мы. За декабрь месяц товарооборот от города Волгограда был 500 контрактов. Представляете, мы даже перещеголяли Якульск. Кто был на конференции в Москве, вы видели, да, какая дружная команда из Якутии приехала. Все красивые, молодые, амбициозные. Ну, конечно, и мы. Мы были самая большая делегация. У нас было человек 40. Я благодарна всем волгоградцам, благодарна Богу, что он меня все-таки отправил в этот город. И по каким-то вообще необыкновенным обстоятельствам я здесь осталась, потому что я стояла в Москве, звоню Сергею, говорю, слушай, я не знаю, что делать. Или мне уехать в Иркутск, или мне остаться в Волгограде. Он говорит, ты что, давай возвращайся в Волгоград. И вот так я и здесь и осталась. Осталась, искала работу. Скажу вам так, честно, жили очень бедно. Вот даже на недавней презентации я говорила, что год назад я еще ходила по магазинам и искала хлеб подешевле. Вот я никогда не забуду. Вот стоит хлеб 9.50, 11, 13, 15. Я брала хлеб по 9.50. И я благодарю своего спонсора Наталью Барышеву, которая все-таки через пять месяцев достучалась до меня и показала мне этот путь, изменив мою жизнь, изменив мою судьбу, изменив вообще приоритеты. Потому что человек в сетевом маркетинге совершенно становится другим. Это люди уникальные, это люди совершенно другой категории, бесконечно саморазвивающиеся, самосовершенствующие, которые готовы все время обучать, помогать. Потому что если мы не будем людей обучать, наш бизнес просто остановится. Но я вам хочу сказать, как все это произошло. Пять месяцев ненавязчиво Наталья мне в одноклассниках писала. Я поехала в Китай, я поехала в Питер на открытие представительства. И потом я ее спрашиваю, ну скажи ты мне в конце концов, что вы там продаете? И она говорит, пыльцу сосны. Моему удивлению не было предела, вот просто не было предела. У меня сразу мысль, где цветыку сосны? Потому что мы привыкли знать, что если пыльца, значит это цветы, да? Она мне сбрасывает ссылку, я включаю эту ссылку и слышу, льется такой баритон, спокойный, убаюкивающий и спокойно рассказывает. Компания «Новая эра» единственная государственная сетевая компания в мире, которой нет равных в мире, что можно поправить свое финансовое и физическое здоровье. Послушав этого мужчину, которого я никогда не видела в глаза, не слышала, не знала, я беру ноутбук и иду к мужу с сыном и включаю прямой эфир у нас, потому что ежедневно проходят онлайн-презентации. И вот моя семья, слушая Валерия Ивановича Пестова, однозначно, без всяких возражений, они сказали, тебе нужно туда вступить, ты ничего не потеряешь. Ну, в крайнем случае, поешь пульцы на 8 тысяч. Вот так мы и зашли всей семьей в корпорацию «Новая эра» благодаря Валерии Пестову. И я вообще просто несказанно рада, что этот человек, пролетев 5 тысяч километров, заехал к нам, потому что вообще он ехал не к нам. Мы его уговорили, попросили с Наташей, и он любезно согласился. Это еще раз говорит о чем? Что мы одна команда, что мы команда единомышленников, союзников, что мы все друзья. Потому что, Валерий, по большому счету, моя структура, в общем-то, наверное, и не нужна. А с другой стороны, если Валерий Иванович получает проценты от товара обороты СНК, то мы, наверное, вам и очень даже и не помешаем. Правда же? Поэтому, как мы говорим о Валерии Ивановиче, поднимите руку, кто не знает Пестова. Кто знает Пестова? По видео, конечно. Но у вас, видите, есть уникальная возможность познакомиться с ним сегодня лично. Спросить у него, как он достиг таких вершин. Я вам хочу сказать, это человек необыкновенной судьбы, необыкновенной истории, уникальный человек. Вы знаете, что у нас все люди уникальные в корпорации «Новая эра». Он закончил Ленинградское военное училище. 36 лет служил офицером, разведчиком. Потом они вместе начали работать в сетевом маркетинге вместе со своей женой Светланой. Вы знаете, что когда в сетевой бизнес идет семья, тогда автоматически помогает Вселенная. И люди начинают просто сворачивать горы. У нас тоже есть семейная банка. Мы вступили в нашу компанию. Мы несказанно рады. Я надеюсь, что они сделают большой прорыв. Ну и вот Валерий Иванович съездил к своей структуре и приехал теперь к нам. Поделиться своим опытом, профессионализмом, своим навыками, со своей мужской точки зрения, рассказать нам о бизнесе. Ну, вы можете задать ему массу вопросов, которые вас интересуют. Потому что все-таки мужская логика, мужской ум это не моя логика, не женская. Тем более я в сетевом бизнесе никогда не была. Я вам честно скажу и признаюсь, выучив презентацию Валерия Пестова один раз, когда у меня так конкретно я пошла на презентацию, меня так конкретно, унизили, опустили, сказали, Майя, ты не лидер, ты ничего не знаешь, за тобой никто не пойдет, ты иди домой и выучи маркетинг-план. Я пришла домой, включила видео Валеры Пестова и его законспектировала и выучила наизусть. Выучив один раз презентацию, этот инструмент стал моим на всю жизнь. И я еще раз хочу сказать, что копирование в сетевом маркетинге, дублицирование это самая главная часть сетевого бизнеса. Если вы готовы копировать, дублицировать, повторять и не придумывать ничего своего, вам вообще однозначно готов успех. Поэтому больше я много говорить не буду. сейчас мы пригласим нашего замечательного гостя, которого мы так долго ждали. Все его знают, потому что и кто не знает, а Валеру Пестова знает вся страна и вся Европа, потому что подпис... Они с женой, со Светой подписывают всю страну. Через наш офис проходят контракты Валерия Ивановича Пестова. Слава Богу, что не с Кипра, потому что пока сертификатов на Европу нет, и это очень проблематично отправлять. Сертификаты сейчас только есть на Россию, в планах у китайцев только Россия на ближайшие три года. Я еще раз повторяю, сначала будет подписан вся, весь российский регион, а потом уже то, что достанется Европе. И у нас с вами есть необыкновенная, просто необыкновенная возможность схватить этот шанс стать счастливыми, богатыми, здоровыми, обеспечить будущее себе, своим детям, внукам, правнукам. К 20-му году китайцы амбициозно заявили, что они войдут в тройку лучших компаний мира, лучших. Сейчас это Эйвен, Амвэ, они постоянно меняются, Гербалайф. Они сказали, что они войдут в тройку лучших, с товарооборотом 10 миллиардов долларов. Я вам уже, вы проследили динамику 555 миллионов, 678 миллионов, 1 миллиард. То есть осталось еще 5 лет, и я думаю, что Эра Возрождения будет на месте Эйвена. Эйвену 125 лет на мировом рынке. Давайте поприветствуем нашего замечательного гостя. Я вам хочу сразу сказать, Валерий Иванович человек очень скромный и он не хочет, чтобы я вот так его превозносила, но я еще раз скажу, Валерий Иванович, что мы тебе благодарны, несказанно, что ты сюда к нам приехал и прям любезно согласился нас обучить. Я думаю, что после твоего приезда здесь будет вообще взрыв, и мы обгоним и Якутск, и Иркутск, и всех. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, меня зовут Пестов Олег Иванович, совсем не налегом я профессиональный военный, ныне подполковник запаса, но эти слова дальше вы все слышали, да? Ну, как вообще все это получилось? Вот, новички, у меня просьба такая к вам. Поднимите руку, пожалуйста, кто негативно относится к сетевому маркетингу. Так, один человек. Знаете, я военный, мне рассказали, вот здесь тоже есть коллеги военные, Виктор Ашотович, да, в частности. я к чему говорю, к тому, что никто меня никогда не обучал никаким экономическим законам предпринимательской какой-то хватки. Я все время, меня учили выполнять приказы, выполнять какие-то ну, по-простому задания, быть ответственным и так далее. сейчас, когда смотришь назад немножко, как вы считаете, это нормально для человека, только, давайте договоримся, я не хаю, просто вот факты, как вот Алексей говорит, не надо верить там, допустим, моим словам, просто факты. И вот какие-то факты мы сейчас с вами рассмотрим. Вы смотрите, это нормально? Отец семейства в 6 утра встает и уходит на службу, а возвращается в 12-м часу ночи, бывает позднее. Это нормально? Это вы сейчас так думаете? А когда такому отцу семейства говорят, товарищ старший литерат, вы представите, какая она у вас ответственность? Мы 40 километров от границы с ФРГ стоим. сзади наши люди. А так уже вроде воспринимается нормально, да? То же самое происходит и на практически во всех профессиях. Другой пример. Скажите, пожалуйста, в Волгограде в среднем женщина во сколько просыпается? Примерно в 6-6-30. Примерно на 3-4-й звонок будильника. Правильно, нет? Ну, в среднем, в среднем. А почему она так рано встает? Для того, чтобы привести себя в порядок. Правильно? А для чего привести себя в порядок? Чтобы идти на работу. Дальше она что делает? Она будет своих детей, кормит их, кормит мужа, а дальше куда детей? в саде. А зачем? Чтобы не опоздать на работу. Ребенок, которого она родила в мутах, мешает ей не опоздать на работу. Это нормально? Ненормально, Я тоже так с некоторых пор думаю. Раньше я думал, что все это так и должно быть. Дальше. Когда я разговариваю с предпринимателем, ну приходится встречаться, это я по поводу отрицательного отношения к всему к этому. Я еще расскажу немножко, как я к этому пришел. Я задаю такой вопрос. Я имею право задавать такие вопросы, потому что после окончания своей службы, ну как-то, ну не знаю, почему меня не потянуло пойти охранником в какое-то охранное агентство. Я не говорю, что это плохо, но это не мое, да? Я открыл свое ООО, называлась она ВИП-инфо. Почему ВИП? Не потому что там ВИП, потому что Валерий Иванович Пестов. Ну так сложилось. Я занимался рекламой на телевидении, ну для того, чтобы открыть ООО. Я не знаю, как в Волгограде, но у нас, чтобы открыть прибыльное предприятие на сегодняшний день это нужно, ну минимум миллиона трек. Я правильно? У вас тоже примерно то же самое, да? Ну у меня было там немножко поменьше вложений, а где я могу взять денег, да? Ну хотелось бы жить наконец-то нормально, ну как смотришь фильмы, там все счастливые, красиво люди живут. Ну, брал кредиты, занимал у друзей, у меня просто были хорошие, вернее, сейчас скажу так, неплохие друзья, потому что последнее место службы, я вообще заканчивал службу в городе Ангарске, ну и так получилось в военкомате, я был начальник отдела кадров, так по-граждански, если сказать, и занимался ветеранами войны, там вручение наград и учет офицеров, которые становились к нам после окончания службы. Открыл ООО, занимался рекламой на телевидении, в принципе, вроде бы все пошло, но здесь появилась такая возможность, так скажем, оправдать вложенные деньги, предвыборная компания у нас. Ну, знаете, что такое предвыборная компания, то есть телевидение, средства массовой информации, это реальный способ как-то поправить свое положение. И вот так получилось, что меня посчитали конкурентами, там одна крупная компания, будем так говорить, они занимаются производственной продажей хлеба. В общем, получилось так, что мне пришлось там через судебные все эти моменты закрыть свое предприятие, оно еще до конца не закрыто. В конечном итоге моя предпринимательская деятельность оказалась минус 2,5 миллиона рублей. Кстати, вот обратите внимание, Наташа Барышева, которую мы все слышали, да, она в прошлом тоже была предприниматель, человек, который знает, что такое деньги, у нее был там свой супермаркет, Майя с Сережей, это тоже предприниматели довольно успешные, но так сложилось, что сейчас они живут в Волгограде. О подробностях, если они захотят, о нем расскажут. И вот у меня получилась такая ситуация. И что? Как жить дальше? Минус 2,5 миллиона. Для Волгограда я тоже думаю это немало. Ну, в принципе, я еще до конца это не отдал долги. С друзьями, со многими пришлось изменить отношения. взаимоотношения. И сейчас, когда я разговариваю с предпринимателями, я говорю, скажи, пожалуйста, или скажите, пожалуйста, если вы заработаете миллион, ну, кто-то есть у нас предприниматель? Ну, кто-то там, да. Если вы заработаете миллион, как вы им распорядитесь? Большинство говорит, процентов 70-80 нужно вложить обратно, да? Долги. Долги. Ну, мы будем говорить про успешных. То есть, нужно опять сделать что-то, закупить и так далее, процентов 70-80. Я говорю, представляешь, я могу все потратить. Это как? А давай поговорим. Вот, мне вообще очень повезло, как Майя говорит, и сказано, у меня были очень хорошие учителя в жизни. Ну, первых, родственники. В принципе, все люди, которые встречаются в нашей жизни, это все наши учителя, потому что, если кому-то не нравится какой-то человек, значит, он показывает тебе на твои же собственные недостатки. Как в интернете есть такой психолог, психотерапевт, не знаю, но очень известный человек с мировым именем, он входит в двадцатку или в тридцатку людей, которые могут проводить лекции на международном уровне именно по психологии. Ковалев Сергей Викторович, может быть, кто-то слышал. Слышали, да? И вот у него есть одно очень хорошее высказывание. А почему, говорит, ты решил, что данный брак дан тебе для того, чтобы ты был счастливым? Он тебе дан для того, чтобы ты научился быть счастливым? Опять, к чему все это говорю, все мы пришли в этот зал. Кстати, вот Лювин Мин, который миллиардер, наш наставник, Майя с ним тоже знакома, он перед началом всех своих мероприятий, презентаций договаривается с людьми, выставляется ведро с наполненной водой и говорит, давайте договоримся так, у кого зазвонит телефон, если у меня зазвонит или у кого-то из вас, вы подходите и бросаете свой телефон в это витро. А там Амедов мой учитель, слышали может быть такого? Это вот, ну я непосредственно как бы с ним знаком был, ну какой-то промежуток времени я не понимал о чем идет речь, ну сейчас все начинает складываться. Тот вообще предлагал выкинуть телефон и в окно. Почему? Потому что это отвлекает. Вот такую информацию, которую новички или ну все присутствующие здесь могут получить лично для себя, она очень полезная, очень важная может быть вашей связи. Именно благодаря этой информации, потому что мы продвигаем информацию, мы не продвигаем продукцию, мы продвигаем информацию. Мы не бегаем с книжками по офису, вот представьте меня вот, что я с сумкой, с книжками какие-то таблетки несу куда-то в офис. Или маю, можете представить? Это совсем не так, просто на начальном этапе, когда на наш рынок зашла компания Гербалайф, продукты компании Гербалайф поставляются в НАСА вообще-то. Просто это у нас было все извращено и поэтому сложилось такое неправильное отношение именно к этому виду бизнеса. Это действительно бизнес. Я как бы вперемешку немножко, потому что у меня нет готового сценария каких-то речей, я тоже только-только все это начинаю. но думаю какие-то полезные вещи вы для себя можете взять. Итак, давайте будем возвращаться именно к нашей компании, единственной в мире государственной компании прямых продаж новая эра. Она из Китая. Вообще что такое Китай? Кто негативно относится к Китаю? Поднимите пожалуйста руки. Да, нет, не надо тут почему я это спрашиваю, потому что все же как бы пройдено все это было на моем пути. Когда мне первый раз Наташа сказала Валера здесь есть очень хорошая тема давай встретимся поговорим. Когда она начала говорить Китай я был в то время уже служил под Иркутском и видел как приезжали китайцы вот когда все времена перестройки начались они у нас шариковыми ручками писали цены они вообще ничего не говорили по-русски сейчас вы знаете что они очень хорошо говорят по-русски что их очень много на нашей территории ну нельзя можно говорить на нашей территории но их много и мое понимание было про Китай что это вот эти дешевые некачественные пуховики обувь которую недорого купил почему кстати покупают недорогую обувь люди опять приходим к этому да еще причем такая такая обувь ее если одел вот я про себя знаю если ее оденешь пройдешь минут пятнадцать по улице и уже боишься заходить кому-то в гости все правильно знаете почему но когда мы приходим на рынок и допустим спрашиваем и когда нам говорят что это фабричный Китай у нас мнение как бы немножко меняется о Китае что есть фабричный Китай я вот по себе помню по своему детству моих родителей было такое покрывало они застилали кровать она такого голубого цвета я не знаю не скажу что шел потому что я в материалах в тканях не разбираюсь и там выше то ли жар птицы то ли павлин что-то такое вот вы знаете она до сих пор примерно такого же качества очень помню многие мужчины носили теплое белье она называлась дружба да возьмем китайские термоса фарфор китайский в каком термосе если есть рыбаки охотники лучше сохраняется в китайском в стеклянном да как ни странно да они разбиваются но это не так дорого стоит можно колбу заменить а тот чай который разлился его можно просто еще раз приготовить ну неважно кто к этому так вот что такое фабричный Китай вот все что я вам говорю вы можете использовать в разговоре со своими кандидатами как вы думаете айфон хорошее средство связи айфон да стив джокс и так далее а большинство айфонов где производится а это тоже фабричный Китай а большинство телевизоров сфоне сам самсунг лжи где производится Китай у нас все что мы один из вас Китай это все по данным международного валютного фонда ВВП Китая то есть это тоже факты ВВП Китая в прошлом году составила 17,6 триллиона долларов ВВП Соединенных Штатов Америки 17,4 триллиона долларов Америка не чемпион мира в экономике а в Америке еще к тому же все знают деньги печатают да а как вы думаете в Китае печатают деньги тоже проводите аналогию а спросите не так как федеральная это резервная система они работают хорошо и продукцию продают и все да все правильно и у любого предпринимателя спросите мы же занимаемся все таки предпринимательской деятельностью что самое перспективное направление это Китай еще дальше идем почему я выбрал именно эту компанию раньше я 10 лет назад начал заниматься бизнесом компании Амвей все знают вот представляете но так получилось я в принципе у всех компаний которые с которыми сотрудничал достаточно быстро достигал определенных уровней ну и вот компания Амвей буквально за два с половиной где-то месяца ну около трех стал 15% мой чек был 6-8 тысяч рублей я говорю а деньги где ну это тоже труд то есть 15% Амвей стать это это труд они говорят ты знаешь что там за углом твое счастливое будущее вот только туда завернешь у тебя все случится были другие компании вот с Атамомедовым мне пришлось очень плотно общаться очень неплохо знаю Рэнди Гейджер Алексея Луконина ну кто знает о ком я говорю Аркадий Шаров с этими людьми приходилось мне тоже общаться и то что они говорили сейчас складывается в такую стройную как бы систему и в конечном итоге почему вот так все произошло с корпорацией новая эра список у меня был испорчен я правильно говорю сетевики список испорчен что делать дальше я пытался заниматься инфобизнесом то есть это бизнес в интернете там какие-то ролики продавать там ничего продал конечно но я решил начать продвигать эту компанию именно через интернет потому что этого нигде ничего не было и прежде чем составить вот эту презентацию это тоже инструмент который вот как Майя говорит она в любое место приедет она знает что сказать как вот женщина сейчас исполняла свою песню это ее инструмент а это инструмент Майка он всегда при ней лишь бы в памяти была ну бывают же волнительные моменты начала вы видели да что она очень волновалась и большое спасибо вам за поддержку вашего лидера и вот эту презентацию я составлял только на фактах которые перепроверял когда я там искал в интернете как же там наказывают провинившихся чиновников я набирал так смертная казнь в Китае я там столько начитался если бы у нас такой пыл у нас наверное сейчас кстати видимо очень хорошая команда у нашего президента появилась но вы сами видите что происходит да кто-то дает хорошие советы и думаю что это не просто на фактическом уровне это уже пошло где-то на энергетическом еще на каких в принципе сейчас как-то складывается все более-менее так я к чему это говорю Китай Китай презентации все это на фактах вот смотрите допустим бриллиант кто-нибудь в МВе бриллианты же там все который столько лет занимался продвижением этого бизнеса там семинары поездки и так далее и вот сейчас сложилась ситуация с Украиной ну просто политическая ситуация не будем углубляться а политическая ситуация к нам применили санкции мы тоже вынуждены такие же санкции применить запрещено запрещена поставка банов ну в частности компания я не ругаю ни в коем случае там все хорошо это просто политическая ситуация и что я в таких случаях рассказываю анекдот стук в дверь мужик подходит открывает смотрит там с косой стоит в капоре ты кто я смерть твоя ну и что а ну и все а кто такой Китай с Китаем вы все знаете заключены долгосрочные договорные отношения обязательства ну и так далее то есть это самое перспективное направление и очень хотелось бы чтобы ну то что я говорю я поверьте говорю от всей души потому что долго сам бился как рыба облет ну короче таким образом я пришел в эту компанию что дал интернет интернетом тоже очень нужно иметь определенные навыки чтобы использовать о своей жизни в поиске какой-то информации ну еще и в построении бизнеса и только благодаря вот интернету кажется у Наташи появилась Майя мы когда я стою такой в отеле Измайла подходит женщина говорит Валерий Иванович Пестов я говорю Майя все познакомилась ну вот здесь поближе так уже как-то мы знакомы с Сергеем познакомились в Москве так же познакомились с многими людьми которые были верой от кого я помню ну вот так по лицам вот вот уже видите как мы становимся как бы знакомы и причем знакомство знаете мы в одной теме крутимся и вот здесь опять же я хочу напомнить ну много фраз но тот закон который я говорю это чисто моя интерпретация деньги это эквивалент ну не буду вы я бы что бы понять не было это эквивалент твоей полезности людям и чем больше ты лично полезен тем больше твои вознаграждения вот вчера буквально в Волжском я приводил такой пример если допустим вы ну про пенсионеров конечно это или люди которые потеряли работу у вас покупают в месяц в день одну пару носок значит вы полезны одному человеку если у вас покупают в месяц там миллион коробков спичек то вы полезны такому количеству людей а вот с нашими уникальными продуктами это действительно уникально какую пользу мы можем принести окружающим нам людям ну для новичков позвольте привести несколько примеров опять же с собственного опыта когда я приехал первый этаж ой первый раз Наташа Барошева в офис ну раз кто-то приехал у нее сидела женщина она засобиралась и начала уходить и говорит Наташа ноги не несут домой она что такое да говорит а у нее муж дальнобойщий у дальнобойщих какие проблемы у водителей геморрой Наташа приехала 12 числа с Санкт-Петербурга с конференции и ему назначили на 26 число прийти его будут ложить на операцию кстати только в России варикоз и геморрой решаются операбельным путем да мы вот быстро вам сейчас лазером это самое все лишнее уберем в природе лишнее она подарила банку бамбука ну будем так говорить банку бамбука в конце месяца звонит представляешь он пришел к врачу я не помню им его ему сказали а вам ничего не надо я операцию делаю то есть все прошло само собой меня тогда это зацепило следующий то что я вам приведу там еще парочку примеров вы просто представляете опять же в контексте этого закона деньги эквивалент вашей полезности людям сколько вокруг нас людей страдающих с сахарным диабетом кто-нибудь может сказать что медицина тут поднимите руку что излечили от сахарного диабета человек нет туда да пришла женщина у ней 20 единиц я не знаю как в чем это мерится я знаю что с 18 там единиц вот это сахар в крови садят людей на инсулин у ней 20 но она не применяла через 2 недели у нее сахар стал 10 сейчас там ну около 6 так скажем а вот при сахарном диабете как посоветуете вот вы правильно а давайте давайте мы в офисе об этом поговорим мы просто сейчас вот такие общие моменты какие-то у нас есть новички мы не можем тут им на пальцах объяснить я просто приведу несколько примеров мы вот я майя те кто начинали мы пережили страшнейший такой кризис при сотрудничестве с этой компанией у нас были большие проблемы в поставке продукции и вот эта женщина которой все помогло ну у нее очень облегчилось здоровье она хорошо себя чувствует она такая очень активная говорит что такое вы говорите государственная компания у вас нет продукции на этом ну и психанул и ушла ну я так буду говорить извиняюсь за слова можно но по простому чем проще тем лучше женатка расстроилась я говорю а что ты расстроилась через месяц она где возьмет есть какая альтернатива через месяц примерно через месяц она приходит все сейчас она пятая степень скоро шестая то есть деньги это эквивалент твоей полезности людям и новички еще очень много примеров можно будет привести завтра приходите во сколько мая в 14 часов в офис с 13 до 14 куда прийти люди которые вас пригласили они вам все расскажут и я коснулся компании тоже не зря этих 15 процентов каждый месяц у меня выходило 6-8 тысяч рублей ну и как говорят кстати вот эти парни которые с книгами выходят по офисам это еще не все еще надо на 200 баллов каждый месяц купить это примерно 10 тысяч рублей вот это было 10 лет назад у меня в гараже еще маленько осталось кто любит продавать и я вообще не новичка есть люди но есть люди которые любят продавать у которых нет таких залежек но меня учили совсем другого меня учили родину защищать вот сейчас я защищаю может быть таким способом принося пользу переводим все это немножко опять же на деньги в компании в единственном мире государственной компании прямых продаж новой эры пятой степени есть такая товарооборот нужно определенно сделать 54 человека тот же самый труд там 56 и тут 54 там 6-8 тысяч рублей если здесь за короткий промежуток делать то за тот же самый труд 60-80 тысяч рублей вот так понятно в 10 раз и каждый месяц не нужно покупать на 10 тысяч каждый месяц вам достаточно купить лично для себя или 2 баночки пыльцы или 1 баночку бамбук и то начинать это нужно тогда когда у вас будет структура аж целых 9 человек из этой структуры вы можете зарабатывать аж целых от 10 до 12 тысяч рублей и на полторы тысяч рублей вам нужно купить лично для себя продукцию а представляете майя так скромно сказала что к 20 году компания будет иметь товарооборот более 10 миллиардов долларов то есть миллиард уже один перешагнули молодая очень молодая компания с перечнем продукции в 5000 наименование вы можете представить 5000 наименование продукции это сбалансированное здоровое питание которое употребляют все космонавты китай это косметика премьер класса и то что нужно каждому человеку то есть личная лигиена домашний уход то что нужно примерно то же самое что только здесь допустим моющие различные средства они на основе бамбука бамбук это очень сильный как называть антисептическая натуральность натуральность мы в офисе завтра покажем как Леша мы приехали в Улан-Удэ он говорит вилка есть ну человек с акцентом разговаривает я говорю зачем тебе вилка сейчас там опыты будем показывать и в гостинице в Улан-Удэ гостинице Бурятия было ну тоже бешево проводил презентацию и говорит что вот это философия и я там есть такой момент натуральность проверяется чем огнем ну здесь уже никак никого не обманешь то есть есть определенные факторы когда подожгли таблетку пыльцы был один эффект который вы завтра увидите на презентации когда Леша спрашивает у кого есть что-то кто чем пользуется давайте проверим достали такую-то желтую таблетку большая какая там вывеска ее подожгли она зашипела так ну как целлофан горит а там такие толстые ковры ну не знаю шерстины они такие волосатые были и такая черная расплавленная капля упала и там до сих пор там навечно останется метка то же самое мы делали опыт такие у нас в офисе результаты идентичны это говорит о том что это натурально что мы вовнутрь себя впускаем также вы можете проверить чипсы которыми кормят людей ну и так далее печенье все что угодно у меня был такой случай я ехал в купе я не помню куда ехал и мама с ребенком ну через ну там жили они в нашем купе и меня очень поразило мама ела огурцы а ребенку давала чипсы я говорю а он их не ест то есть понимает о чем это вот вкратце я рассказал вам почему я пришел что меня затронуло еще можно было много бы рассказывать но у нас по времени ограничено и нет таких возможностей чтобы именно какие-то факты какие-то привести благодаря интернету его нужно тоже правильно использовать вот я сказал появилась Майя с Сергеем благодаря интернету у Светланы у жены моей появилась Якутия что такое Якутия и что такое именно маркетинг план нашей компании там есть Лена Москвитина ну вот вы видели кто был в Москве она одну звезду выполнила я еще не выполнила она там где-то выполнила звезду у нее подруга у нее подруга есть она десятка тогда еще в Москве они были то есть у людей под одним местом я извиняюсь ну чтобы понятнее было опять же горит свечка да у кого-то свечка говорит у кого-то может быть паяние лампы у кого-то ничего уже люди вот я в свое время был начальник отдела продаж страховой компании Альянс Рос на жизнь мы занимались страхованием жизни людей да и вот там есть такое понятие человек входит в состояние дожития то есть вот у нас очень много людей именно в таком состоянии им всю жизнь говорили что они нужны но когда люди выходят на пенсию что происходит некоторых даже не пускают за проходную того предприятия где они были нужны я почему говорю потому что я сам все это испытал я видел как у меня отец плакал он такой там знаменитый был у него там почетных грамм было целая куча вот этих и все ваше время кончилось и вот здесь очень важно впадает человек в состояние дожития или у него есть какие-то цели но если бы знаете это это все в шутку я просто вспомнил ситуацию такую а есть пословица проще найти иголку с таку сена чем звонящий телефон в сумке женщин и еще была такая ситуация собрались кстати вот она вспомнилась все модные ну вот незнакомые там одеты все так хорошо и с нами была женщина но у нее судьба такая она ну очень долго проработала в детской колонии ну то есть вот весь негатив вот она видела и не знаю как это отразилось на ее судьбе на ее взглядах на жизнь и вот так же все стоят представляете все такие ну каждый хотел бы выглядеть лучше нас же всех учили прежде всего быть для других такие на эти окей люди такие и на это идут на все для того чтобы хорошо выглядел в глазах других людей и у нее зазвонил телефон вот это громко музыка была немножко необычная для той компании мурка ты мой муреночек кстати она она не может совладать с собой а он звонит и звонит и назло то ли сумка не открывается короче она ушла и все мы ее не видели в этот день больше вот такая ситуация может произойти так что новички а я про Лену уже начал говорить о уникальности маркетинг мы приехали в июле месяце к нам приехала Люви Мин Наташа организовала эту встречу это в соседнем городе Буркутске мы закрыли квартиру сняли здесь несколько квартир ну для партнеров в Сулан-Удэ с Якутска отовсюду с ближайших с Читы в Дальний Восток начал подъезжать и так получилось что вот с Леной и с ее мужем и с Надеждой которая тоже была с нами в Сулан-Удэ мы оказались и жили в одной квартире ну в разных комнатах сели на кухне было жарко мы были в шортах за чаем и Лена мне говорит это июль месяц она по-моему начала заниматься то ли с 15 то ли с 20 мая она такая активная говорит ну что Валера расскажи мне пожалуйста за что мне за 20 дней в мае заплатили 26 тысяч а за июнь месяц 104 вот так понятно о чем идет речь поэтому вы оказались в нужное время в нужном месте скажите большое спасибо судьбе что именно в этот день это такой судьбоносный день для многих может оказаться в вашей жизни вы получили какую-то информацию хотя бы начальную сейчас вы увидите результаты что приносит сотрудничество с этой компанией и я желаю вам принять правильное решение лично для вас не обижайтесь ну всякое бывает вот я вообще по натуре вот сейчас я так немножко как бы изменился а вообще я очень стеснительно и раньше когда происходили какие-то моменты ну я очень краснел с детства учился я там неплохо в ленинской школе даже меня награждали путевкой я был в пионерском лагере орленок ну это было давно стипендиат премии имени ленинского комсомола про меня писали в газетах красной звезде кстати это очень удобно приходишь на зачет или на экзамен там строй вот так стоит преподаватель который ну ответственный за сдачу экзамена потому что там уже есть преподаватели а есть там группа преподавателей которые принимают зачет и говорят так курсант пестов идите в подразделение вам сдавать не надо ну автоматом все сдавал я не знаю как так вот началось так вот сколько у нас времени у нас же еще есть да я особо так вот как бы говорить попусту не хотелось бы давайте мы знаете сделаем как значит налички мы с вами договорились завтра мы встречаемся в офисе вы узнаете все более подробно кому конечно это интересно примерите на себя вот эту рубашку полезности для других людей сейчас вы увидите тут какие-то все равно подведение итогов вот мая решила провести увидите какие-то достижения как по здоровью так и может быть кто-то похвастается не похвастается а ну расскажет о своих финансовых как-то улучшения что там произошло потом мы соберемся с лидерским составом обсудим какие-то кое-какие вопросы ну а сейчас если есть какие-то вопросы такие вот срочно давайте задавайте я попробую на них ответить так будет проще ну для всех есть вопросы какие-то может кого-то что-то беспокоит ну я вам скажу одно вот знаете такое основное там очень много таких нюансов ну которые я знаю есть еще больше вы четко должны понимать существует два вида продвижения любой продукции любой компании любого предприятия на рынке это первая реклама второе рекомендация об этом и флиптор селин говорит сейчас он в Тамбов поехал то есть понимаете как складывается люди уже начинают ездить по городам проводить какие-то обучающие мероприятия потому что обязательно нужно учить людей все чем мы занимались это всегда новая информация и новую информацию нужно изучить так вот это реклама и рекомендации скажите пожалуйста вот когда вы смотрите телевизор это по поводу первых способов продвижения продукции ну то есть я допустим связал те же самые носки об этом должны как у нас принято нужно дать рекламу правильно вот что вы делаете когда вы смотрите любимую передачу или фильм по телевизору и идет реклама ваши действия вы с радостью записываете номера телефонов нет реклама всех достала и на в Европе уже многие рекламные крупные детства начинают просто запрещаться реклама перестает работать что такое рекомендация рекомендации одна подруга сказала другой подруге что на торгушке она купила сапоги там была скидка что будет происходить дальше что будет делать подруга она пойдет туда и купит во первых потому что ей об этом сказала ее подруга во вторых что у нее есть а у этой еще нет реклама вся рекламная деятельность она в принципе направлена на то чтобы почему вдруг в магазинах такие учтивые продавцы появляются чтобы пошла молва чтобы пошло сарафанное радио как здесь сказали так вот реклама по большому счету это спам спам это когда вам дают какую-то информацию которую вы не хотели бы слышать и поэтому те кто занимается в интернете там продвижением чего-то хоть новой игры хоть еще чего-то не нужно заниматься спамом спам он во-первых не работает и очень нехорошая реакция идет обратно поэтому в интернете я вот рекомендую помещаться с ним все как в жизни все как в жизни общайтесь с ним и спросите чем он занимается это не обязательно что в первую минуту я сейчас его приглашу не надо этого делать и только тогда когда он вам задаст вопрос а чем занимаешься ты то здесь вы можете что-то сказать не надо торопиться не надо вот примерно ну а еще нюансы мы завтра рассмотрим еще есть какие-то вопросы не есть вопросы да компания и другие компании сетевые зашли на рынок с одним и тем же маркетингом и много лет им пользуются это прекрасная маркетингом да конкретно я сама 7 лет в маркетинге попала поэтому в этой компании новая эра то есть не прошло и годы маркетинг поменялся есть ли вероятность того что изменится маркетинг в дальнейшем вот смотрите по поводу очень хороший вопрос большое спасибо так получилось в жизни что когда я год назад был в Пекине я был на конференции этой компании и познакомился ну очень хорошо с Люим Мином он тоже военный он тоже 61-го года рождения но только он 25 лет прослужил и познакомился с вице-президентом с Люджиганом кто был в Москве помните такой симпатичный в очках он выступал со сценой и тогда зашел разговор о том что меняется маркетинг предложение по смене это систему вознаграждения я был против у нас был там такой лидерский ужин будем так говорить и мы пришли в Выдуш против все на нашем рынке против и когда вот Наталья с группой лидеров ездили на Новый год на Хайнань и Нянтехали в коттеджном поселке этой компании опять зашел разговор о том что будет меняться маркетинг они начали кстати вот Лена Москвитина они почему-то из Якутска они на английском хорошо разговаривают китайцы тоже вот Люджиганом на английском хорошо разговаривают что не надо этого делать он говорит а почему вы решили что мы хотим сделать хуже то есть вот тот маркетинг который действительно гораздо выгоднее но я понимаю о чем вы говорите потому что многие говорят что если меняется маркетинг то это проблемы у компании ну в принципе в данном случае нам очень повезло что благодаря же вот это Алексея взял Львен Мин миллиардер когда компания зашла на российский рынок нам очень повезло что мы не по китайскому маркетинг плану работали то есть там были со стороны Алексея выдвинуты определенные условия что маркетинг план нужно немножко изменить чтобы он не был такой ну в чем была смена у нас истиньши есть кто у него есть истиньши Алексей кстати вы знаете его историю Алексей Дзя он он тоже истиньши он учился в Волгограде потом в Питере да в Питере он закончил какой-то технический вуз он рассказывал и нужен был в тот момент переводчик в компанию Тиньши его пригласили он там попереводил маленько и потом стал серебряным львом его офис сделал самый большой товарооборот вот и у вас идет там от ступеньки к ступеньке 3% там тоже поменялся маркетинг нет ну вот допустим ну 3 почему здесь сделано 5 5 10 15 22 да то есть это тоже опять же исходя из опыта Алексея и Юви меня и вот этот маркетинг почему его меняет в лучшую сторону китайское буду так говорить китайское правительство очень заинтересовано именно 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 в развитии нашего рынка за эти полтора года будем так говорить мы перевыполнили план в 6 раз ну я по старому говорю 600% это в 6 раз и они хотят уже побыстрее выйти на Евросоюз вот кстати вот этот промоушен он же убыточный для компании может быть кто не слышал но я напомню что если вы до ноября месяца да то я сам точно не знаю выполняете определенный статус 4 звезды вам компания дарит Mercedes в начале было не так в начале Лювин Мин то есть вот эти миллиардеры вот у них там тоже фидерская группа есть было принято решение что они покупают Mercedes таким людям но потом компания взяла это все на себя E-класса объем двигателя 1800 причем не как в других компаниях в других компаниях тоже дарят машину но дарят машину в лизинг как правило или по кредиту то есть вам машину подарили и вы за нее платите а здесь вам дают сертификат вы с этим сертификатом приходите в автосалон и берете автомобиль вам никто его к дому подгонять не будет они очень заинтересованы в развитии нашего рынка вот поэтому и планируют изменить маркетинг план но официальных данных нет о том что его меняют где-то наверное с первого марта наверное появится я ответил на ваш вопрос нет с первого февраля повышение цен и да то есть изменили изменилась ценовая политика но есть опять же смотрите хорошая новость мне вот Алексей прислал в вичате вот мы все пользуемся чем вайбер ватсап да редко чат он это вот гуглский чат а все в Китае пользуются вичатом вот я тоже там присоединился и вот мне сбрасывают иногда информацию у нас меняется политика пиви то есть повысились цены и повысились пиви то есть для того чтобы купить на тысячу сто пиви нужно купить меньше продукции понимаете опять человеческий не все но там многие там печень еще что-то но у тебя есть такие ну у меня если что мы там выпишем чтобы все это было а маркетинг то его еще не приняли и допустим вот тот шум который идет в интернете по поводу того что не приняли я не знаю это чисто я считаю что это люди пиарят себя что они такие грамотные вообще по большому счету вот Рэнди Гейдж Рэнди Шрёдер есть такой ну Рэнди Гейдж может кто-то слышал книжки его читал да кстати чуть-чуть отклонюсь меня недавно мне каждый день куда-то приглашали и приглашали в одну немецкую компанию там какая-то социальная сеть и сказали что в Германии официально запрещены будут бинары и матрицы то есть законодатель вот хорошая новость так вот Рэнди Гейдж был уру сетевого потом он пошел в компанию в Agile с бинарным маркетинг-кланом Рэнди Гейдж ты где почитайте что пишет Атам Амедов ну он тоже я понимаю не от хорошей жизни пошел в одну компанию которая продвигает стволовые клетки они говорят что кстати будьте осторожны у нас разработки Нобелевских лауреатов как раз так на уши подсели лапши так подвесили а те же самые Нобелевские лауреаты говорят что стволовые клетки это очень должен пройти длительный период тестирования потому что это ну грубо говоря вход в генетику человека и когда меня в ту компанию тащили там у нас антиоксиданты там кто у нас все хорошо у нас организаторы нашей компании миллиардеры я говорю подожди почему организатор вашей компании миллиардер он весом 150 килограмм жена чуть-чуть полегче у вас же все хорошо у нас верят а почему так и сейчас когда мне предлагают какие-то новые проекты я знаете как говорю в Волжском я тоже об этом говорю я говорю наша пыльца получила шестую награду в мире за особый вклад развития в человечество ваш продукт какую имеет награду в мире может быть восьмую девятую десятую может двухсот нет такой нет нашу продукцию употребляют все космонавты Китая вашу продукцию ваши космонавты употребляют нет не употребляют все о чем лично встречный так встречный вопрос а в каких странах есть космические технологии ну из Советского Союза сейчас нет космические технологии существуют Китай Россия США и Корея опять же Китай по поводу всех вот этих космонавтов недавно в нашу компанию подписалась Петросян Наталья Петровна можете в интернете посмотреть кто это такой это очень это микробиолог там что-то у нее там доктор медицинских наук кстати Майя говорит что надо заканчивать она сказала что никогда в жизни это говорит говорю я вам доктор медицинских наук никогда в жизни не лечитесь у больных врачей и никогда в жизни хоть под страхом смерти не ставьте себе детьми прививки а у нас как поставлен вы в садик без прививки устроите ребенка и в школу тоже давайте мы все оставшиеся вопросы оставим на завтра то есть мы там по категориям все более подробно разберем а сейчас я благодарю что вы высушили потратили время на мои рассказы и хочу передать микрофон Майи а сейчас у нас самое самый интересный момент настанет потому что у нас за декабрь за январь месяц появилось очень много лидеров это пятая степень шестая седьмая восьмая девятая степень десяточки пока нет но надеюсь она вот-вот скоро у нас будет поэтому дорогие мои друзья партнеры единомышленники пятая шестая седьмая восьмая девятая степень я вас приглашаю на сцену давайте давайте смелее не бойтесь давайте проходите дорогие друзья пусть все посмотрят на нашу героя давайте 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 скорее 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 так кто у нас еще Даля вот они это еще не все потому что не все пришли Ольга Рудакова ты что сидишь давай 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 подходи давай давай Олечка посмотрите ну все никто больше не хочет да лидерами постоять а где вы ну вот посмотрите это наши будущие миллиардеры и миллионер Виктор прошу да че 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 так скромно вы че мужчину там додерли давайте давайте посмотрите это те люди которые зарабатывают большие деньги это те люди которые уверены в компании в продукте это те люди которые не побоялись выйти из зоны комфорта не побоялись стать лидерами и повести за собой людей которые не побоялись взять на себя ответственность за тех людей которые пригласили в корпорацию новая эра вот Валерий Иванович посмотрите это вот наши звезды звездочки кто хочет получить мерседес от компании новая эра ну ну поднимайте руку это запрос во вселенную давайте все кстати вот еще такой момент можно ну чисто уже с такого профессионального с профессиональной точки зрения вот люди которые ну не все же постоянно вы там находитесь перед аудиторией да то есть вот сейчас на вас смотрят да и вы посмотрите что отсюда видно все да видно глаза людей видно их какое-то внутреннее состояние тоже вот к этим моментам нужно привыкать если у вас есть какие-то амбиции потому что самый главный принцип ну этого бизнеса не то что там лапшу вешать на уш а именно передавать свой опыт какой у вас есть допустим если вы есть шестая степень значит вы можете научить человека стать шестой степень вы же не можете научить его стать звездой то есть передаем свой опыт это было в принципе везде так ну давайте спросим как попали люди в корпорацию новая эра кто их пригласил что их подвигло к этому да ну Валерий Иванович вы знаете как сделаем так вопросы как вас зовут кратко да кто вас пригласил от кого вы получили информацию какой результат по здоровью ну можете если хотите там финансово озвучить да заплату как зовут кто пригласил от кого получили информацию и результат оттуда начнем давай или с него направлен ну давай тогда да Бог Львов Горольд она пришла в новую эру спонтанно значит и сильно меня не уговарили интуиция меня не подвела я сразу почувствовала как почувствовала Маечка дала мне всего три таблеточки и попробуй и у нее такая была улыбка Мерлин я не могла отказать я говорю давай я их разжевала и что-то со мной делалось все мои внутренние силы включились включились так что я летала весь день думаю какая вещь какая волшебная вещь и потом я сразу внутри думала почему я такая счастливая значит все должны быть такие счастливые надо всем рассказать поэтому пригласила моя Аллочка она мой бывший директор мы с ней в фирме проработали оздоровительный салон гармония значит она мой директор и поэтому она пришла и сразу говорит Люба она умеет умеет выйти людям рассказать поэтому я всегда спешу людям навстречу вот иногда хотят иногда не хотят но я когда чувствую что меня хотят я иду и поэтому маечка полгода с улыбкой таблетками прям успею и я вот точно так же вы дублицируете я так же начала делать полбалки я прям раздала а потом ну а что я себя так делаю а потом нет не дам больше а потом опять внутри опять что-то творится и опять расстаюсь вот хочется чтобы людям было хорошо поэтому Любочка какая степень у меня седьмая степень получила первая зарплата 1700 1600 не помню а потом 40 а сейчас 40 кстати в среднем в городе Волгограде какой доход у людей примерно 15-20 нет 15-20 давайте вот еще я повторю то есть давайте мы будем отвечать как зовут кто пригласил кто дал информацию отталки презентация мая и результаты списка потому что у нас много людей панкратовала меня пригласил в бизнес Башко Вера и Майя Харинская мы как бы те люди вот у нас Майя, Вера потом я третья то есть мы как бы основательно первые в городе которые узнали в этом бизнесе и когда у нас мы начинали бизнес у нас не было ни продукции ни литературы мне Вера с Майей дали такую мечту надежду что у нас все получится также мы обошли все кафе наверное которые есть в городе потому что не было офиса приглашали людей там разговаривали вот и у нас пошли люди за нашими лидерами за мной пошли люди вот что еще шестая степень презентацию проводила Харинская Майя зарплата Аллочка зарплата последняя зарплата ну немножко там по маркетингу я у меня 17 была последняя зарплата но я думаю ошиблась да вы видите что это не подстало хорошо вы хорошо результата конечно есть у меня пыльца со сны помогает по бизнесу она мне дает силы энергии я я по результатам здоровья увидела на своей маме на своей свекрови сейчас у меня муж пьет кушает вот поэтому вся семья уже начала есть пыльцу сосны и чувствуем себя хорошо да спасибо ой минуточку можно я вставлю реплику это наш главный бухгалтер наверное нет ни одной ни одной женщины которые бы не любили нашего бухгалтера да потому что у нас утро начинается со звонков Сережа хочу пыльцу хочу бамбук хочу контракт поэтому это Сергей Харинский минуточку объяснить это минуточку поэтому меня никто не приглашал и сам приглашение такое когда посмотрел на результаты Майи Веры там еще были Ирина Майя Харина все поднимается все поднимается но благодаря Майи Вере Ирине микрофон и самое главное Наталье Барышева которая на мои глаза пригласила маму я в этом подниму А Валера АВАЛЕРА АВАЛЕРА Владимиром он не остался здесь а остался место и него я и вот и я работаю в прошлом я предприниматель магазины закрыла приехала в город сняла квартиру живу работаю и радуюсь и вам того же желаю АВАЛЕРА 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 обратите внимание опять съемная квартира А так плавка Майечка конечно же Майечка есть результаты по здоровью есть у меня прошла мастопатия это много значит щитовидка папилломы ну кости лечатся да много результатов много вот вот это вообще человечек Егина Михайловна Яковлева это как раз веточка Светланы Пестовой то есть с нами всегда везде все наши параллельные ветки я еще раз повторяю что мы одна семья мы одна команда мы соратники единомышленники поэтому все люди которые приходят даже с параллельных веток мы всех обучаем всем помогаем и содействуем Нина Михайловна у нас изменикальный человек я пригласила меня Светлана Пестова интересным способом хитро но я просто занималась здоровьем так как возраст уже дает себе знать мне тема знакомой была мне конечно очень понравился продукт это было мое сравнение все с ней уже сразу говорится в одном языке презентации я слушала первые Валерия Ивановича и до сих пор слушаю и все время нахожу что-то новое новое интересное ну а сейчас и другие спикеры начали информация очень много интересной для всех нас так что пятой степени я пока медленно но уверенно иду к намеченным целям здоровье конечно улучшилось прошел шум в голове у меня таким странным образом я даже не заметила вот верно еще история интересная когда Валерий Иванович читает лекции он говорит что женщины могут ходить в коротких юбочках чтобы вот веноз вены варикоз не был виден да я так посмеялась думаю ну мои уже не пройдут вот так вот думаю это не всем наверное молодым может только начинаются эти проблемы а мои не пройдут и к удивлению мы ему сейчас просто сама замечаю даже поглядываю с каждым днем все лучше и лучше мои ноги становят ну одна нога у меня вот результаты остальное настроение очень хорошее как-то позитивнее стало жить в общем замечательно все заклады уже есть все хорошо здравствуйте меня зовут Галина я сейчас в пятой степени благодарю Бога что меня пригласила Вера Башко на тот момент я очень сильно болела и Вера дала мне две дабыточки пыльцы я тоже самое как вот и другие ощутила энергии силу у меня очень хорошие результаты я потеряла вес на 7 килограмм у меня подагра артрит мастопатия то есть у меня все нормализовалось я сейчас самый счастливый человек я просто летаю я здесь очень рада что нахожусь работаю привожу сюда людей оздоравливаю вся семья у меня кушает этот продукт внучок полтора года которому тоже нужно у него есть проблема дочь сын ну знаете вокруг люди увидели мои результаты мои друзья они тоже присоединились поддержали меня и сейчас меня за это благодарят я желаю вам если кто еще присоединился быть с нами аплодисменты я в них в компании 27 августа пригласила Татьяну Акимову спасибо ей большое презентацию проводила Майя своей замечательной улыбкой Вера с сияющими глазами с эмоциями так что я им очень благодарна вот результат какой сразу появились через две недели прошла всякая усталость то есть сила сейчас улучшила зрение на 05 и О3 вообще замечательно еще хочу сказать что вот действительно говорила что команда работает помогает друг другу я вот два с половиной месяца не выходила из дома после травмы и пока не смогла поехать на события в Москву и вот девчата ездили и приехали из Москвы и я стала четвертой или пятой уже степенью то есть я болела а команда работала и продвигала меня так что очень рада всем желаю быть в этой компании зарплата 21 тысяча начальная 6 так 12 со стажем с категорией 42 года в клинике так что надеюсь что будет больше Акимова Татьяна меня пригласил в бизнес Надя Севаконева и безмерно благодарна и на презентации первой у нее в доме была Верочка Башко я им обеим просто низкий поклон потому что когда я услышала про эту компанию я сказала что да я здесь буду мне очень понравился продукт и маркетинг план потом сразу с августа месяца как-то все пошло быстро и вот я стала восьмой степенью благодаря тому что у меня вот такие хорошие друзья и Нина Бурова и вот золотой кораблик Люба Усанова она сделала пятую степень а я стала восьмой потом Лена Кулькина в Москве и здесь Нина Георгиевна тоже врач это она в моей структуре и я очень благодарна моим партнерам которые помогают мне и я думаю что я помогаю им поэтому всем желаю здоровья счастья благополучия удачи во всех ваших делах и чтобы вы кто не принял еще решений пришли в нашу компанию зарплата зарплата большая но я на пенсии уже давно моя пенсия 10200 а здесь получаю 5 пенсий меня зовут Тусанова Любовь пригласила в компанию новая эра Татьяна Акимова мы с ней уже 10 лет вместе в сетевом бизнесе поэтому в начале сентября она меня пригласила сразу же подписалась потому что я и и раньше и сейчас еще в одной компании китайской работаю знаю китайскую продукцию вот и здесь я когда начала тоже пить ну я не знаю какие результаты у меня я не могу не умею их замечать вот потому что я чувствую себя здоровым человеком вот так пятая степень я стала вот через 4 месяца на 5 месяц ну зарплата пока до 15 тысяч но думаю что в этом месте у меня уже до 6 степени Саатян Виктор я пришел в компанию Любов Волф она мне предложила все прочее вы видите я не сторонник вообще скептическим процессом вообще с тем маркетингу но вот здесь я сам интуиции почувствовал что это майор сразу же понятно и включу я себе это дело и могу сказать не жалею прежде всего из-за того что во-первых поправил себе здоровье очень здорово когда-то в 83-м году в армии еще был и врачи испортили печень при помощи шприца несли Боткина Б и выдержал двойную смертельную дозу пилирубина где-то у меня 640 было это вообще страшно конечно конечно но я выжил и сказал я и вас и все переживу понятно в то время это во-первых во-вторых вот я сколько не занимался лечением своей печени потому что все равно подбитая печень лечит плохо жить что только не пробовал я и поэтому и начал заниматься биоэнергетикой и прочее народный целитель и прочее то есть кучу у меня дипломов даже но вылечить я ее не смог печень а вот благодаря пыльце и бамбуку в течение трех месяцев я оказывается ее вылечил что было для меня вообще ну а следующее конкретно вот я пятая степень и получает получил в последний раз уже 36 тысяч чего и с остальным всем желаем а? со сколько месяцев пробовал? три месяца всего можно восстановить ну вот все спасибо зовут меня Нина Юсупова я в компании можно сказать пять месяцев но два месяца пригласила меня Кимова Татьяна презентацию слушала Майи и Веры значит и приняла решение когда ознакомилась что это за продукт что это такое то сразу поняла что мне это очень важно и нужно и так как я по своей профессии врач и наверное не могу по-другому себя представить чтобы не рекомендовать хорошим людям не желать им что-то не помогать при любых обращениях советам тем и занимаюсь поэтому я сейчас пятая степень по результатам января зарплата у меня пока еще небольшая в этой но 15 но она идет по четвертой степени не по пятой пятая только вот возникла я как говорится верю и продукту и уверена в том что он действительно эффективный нужный и важный потому что я на себе это чувствую и ощущаю и как бы с большим удовольствием и с уверенностью рекомендую всем его на себе попробовать оздоровляться и получать результаты во всех отношениях меня зовут Рудакова Ольга шестая степень в бизнес меня пригласила Вера Башко вместе с Майей Майя делала презентацию они мне рассказали про это сделали презентацию и как бы дали мне время на размышления но проходит определенное время сколько-то две или три недели они не звонят мне даже это как-то немножко задело обычно сентябрики достают да как же это так да я звоню Вере и говорю Вера ну я хочу заключить контракт я говорю почему же ко мне не едете и не приглашаете мне больше ну в общем заключила контракт так как у меня есть проблемы конечно были со здоровьем я решила проблему вот со здоровьем у меня было хроническое заболевание печени но еще к своему удивлению я потеряла вес то есть пришел в норму вес я этому очень рада и моя команда то есть у меня есть партнер то есть я хочу сказать о чем что человек может прийти в любое время и намного позже достичь больших результатов как бы нет такого что человек наверху все зарабатывает а внизу нет то есть у меня есть партнер который имеет седьмую степень очень активный партнер Людмила Громова и она уже стремится закрыть и восьмую степень в следующем месяце но я хочу сказать особую благодарность Вере Башко я очень ей благодарна спасибо Вере что ты пригласила меня в этот бизнес спасибо большое а все Вера Вера хочет что-то сказать что-то сказать дорогие друзья огромное спасибо что вы сегодня все пришли и огромное спасибо Майи Харинской за то что она организовала такую встречу с Валерием Ивановичем Бестовым вот и благодаря всем людям которые сегодня трудятся и зарабатывают деньги помогают людям и как говорится полезность деньги это эквивалент полезности людям вот и я хочу поблагодарить Майю Владимиру Харинскую вот за организацию этого этой прекрасной встречи вот и разрешите мне преподнести ей цикл аплодисменты я хочу сказать что Верочка у нас девятая степень и она всегда меня обгоняет и я этому очень рада когда я была пятая она была шестая когда я была шестая она была седьмая потом я была седьмая она была восьмая потом я все седьмая она девятая Потому что вот на такой энергетике это, можно сказать, локомотив корпорации «Новая гора» в Волгограде. И в основном 90% людей это стоят люди из ее структуры. Давайте ей поаплодируем. Это человек, который очень много походил по компаниям и только здесь самореализовался. Человек, который получил то, что хотел. Моя зарплата составила в прошлом месяце более 100 тысяч, но быть точным, там 110 тысяч получился. Поэтому благодарю. И самое главное, есть перспектива у всех, да? Это не обязательно, что, смотрите, вырастает подо мной лидер, да, и он не отделяется. Я всегда получаю с этого человека деньги. То есть вы можете вырастить своего лидера, он станет пять звезд, а я, например, буду седьмая степень, я буду вся в шоколаде. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы уже заканчиваем, да? Не заканчиваем. Смотрим время. Хотел сказать... 8 минут. Хотел сказать одну очень важную вещь. Я был в нескольких компаниях, здесь тоже присутствующие люди были в нескольких компаниях. Вот самая главная ошибка, то, что мы пытаемся со своим тем, причем не очень успешным уставом, прийти в чужой монастырь и начинаем диктовать, как должно быть. В каждой компании есть, ну, не своя система обучения, а система обучения, которая именно адаптирована под какую-то конкретную компанию. И почему я попросил, чтобы сказали о том, что кто пригласил, кто дал информацию, это очень важно. Вы ни в коем случае, никогда в жизни не должны давать, делать презентацию своим людям, которых Вы приглашаете. И, как видите, пригласила Вера, презентацию делала Майя, пригласил кто-то еще, презентацию делала Вера. То есть обязательно это делает третье лицо. Ну и о других тонкостях мы поговорим, конечно же, завтра. Я извиняюсь, конечно, но я не понимаю, в чем мне Марианна Ташмигельская сидит. Марин, зайди сюда, пожалуйста. Подойди. Подойди, не надо скромничать поставить свой. Свой планшетник, иди сюда. Марианна Ташмигельская, она из тех людей, которые, кстати, меня раньше пригласила давным-давно в одну компанию, хорошую тоже, хорошую компанию. Мы с ней познакомились где-то в 2012-м, да, Марин? Вот, это была компания ЛР. Я была подписана под ней, она там сделала квалификацию. Но потом так получилось, что, в общем, она тут ушла и я. Потом, когда я сюда пришла, я ей полгода говорила, кстати, полгода я ее звала сюда в компанию Новая Эра, она меня не слышала. И когда сюда приехал Алексей Тзя, кто был на этой встрече, все знают, это было в сентябре 13-14 числа, Марианна пришла, послушала, и как она говорит, ей башню снесло. И вот она уже сегодня пятая степень. Вот, давайте ей поаплодируем. Шестая, шестая, шестая степень. Марианна, спасибо. Ну, я очень благодатна, конечно, что Лера меня достучала. С шесть месяцев я ее не слышала, но она пробил мое сознание. Алексей Тзя меня просто размазал по стулу. У меня было все в сравнении. То есть там, где я работаю, вот, 10 лет, и работая в этой компании, у меня было бы 2 гарберта, и я имела бы 2% этого гарберта мира. Все, я быстренько это все увидела, услышала. Ну, а меня пригласил в компанию, пригласила Наталья Барышева по интернету. А презентацию мне провел Валерий Иванович Пестов, за что я ему бесконечно благодарна. Если бы не этот мужчина, не его спокойный, уравновешенный баритон, то не знаю вообще бы сюда пришла я или нет. И теперь, когда я захожу в интернет и хочу что-то узнать о новой эре, я всегда ищу видео только Пестова, потому что я больше никого не воспринимаю. Алексей Тзя и Валерий Иванович Пестов. Все это вот те, кто до моего сознания могут дойти. Дорогие друзья, я вам всем благодарна. Я очень люблю город-герой Волгоград. Я благодарна всем своим девочкам, своей структуре, лидерам. Вы видите, какие красивые. Когда мы первый раз приехали в Питер, и нас там было совсем немножко. Вот точно так же сидело немного людей в Питере. Был снят огромный зал. Компания только начиналась. И говорили, города объявляли, вставало один человек, два, три. И когда сказали город-герой Волгоград, и стали одни красотки. Десять человек, это самая была большая делегация. В Москве сейчас у нас встало 40 человек. Это понимаете? Мы никого не тянем. Люди совершенно добровольно хотят идти в корпорацию нового эра. Видимо, здесь какая-то необыкновенная энергетика. Потому что, я еще раз повторяю, у нас стоит очередь. И мы вас всех приглашаем в наш бизнес. Благодарю вас, дорогие друзья. Я стараюсь приглашать. Можете проходить на сцене. Ну, вот и закончилось наше мероприятие. Мы всех увидели, всех поздравили. Самое главное, мы увидели нашего отца интернета. Идите сюда, пожалуйста, Валерий Иванович. Вот теперь мы стали все ближе и ближе. Благодаря современным технологиям мы можем очень близко общаться. Передавать друг другу опыт. Завтра с 13 до 14 часов академическая 14.1, офис 309. Будет проходить презентация, если кто-то хочет привезти новичков. А с 14 часов, как скажешь, говорю. С 14 идут... Ну и не... Нет, давайте тогда... Давайте с 14.30, да? С 14.30 приходите все лидеры. Нас Валерий Иванович научит работать. Потому что я не сетивит. И оказывается, нужно еще отдельно работать с лидерами, да? Вот. Поэтому завтра нас всех научат. Я вас всех приглашаю. Жду, благодарю, что потратили свое время. Нашли время, пришли в такой замечательный день, 2 февраля. И, кстати, сегодня будет концерт в 16 часов. Русские романсы. Из Санкт-Петербурга приехала солистка. Кто хочет, может остаться. Билет, наверное, там внизу. Можно купить. Мы же остаемся? Остаемся. Мы будем слушать романсы. Валерий Иванович, скажите, Бога, в рамках. Что говорит он? Мне очень понравился город. Самая, наверное, большая ценность этого города. И, видимо, именно благодаря этому произошло вот это событие, праздник, который... Здесь очень замечательные, добрые и открытые люди. В других городах, ну, есть отличия. Вот здесь даже смотришь, энергетика такая хорошая, взгляд у людей добрый. Я вас всех поздравляю. Очень приятно было познакомиться с вами. Обещать. Ну, и постараюсь. Как я сейчас пригласила... Да. А кто там? Ворот на майорке. Да, ну, это потом. Сейчас мы... Валерий Иванович, давайте я вам подойду. Да, да, пожалуйста. Пожалуйста. Все через интернет. Спасибо большое. Все, все через интернет. Хорошо. Все через интернет. Но как по интернету работать, мы завтра поговорим. Самое главное, новички, которые люди первый раз на такой встрече, я хотел бы на что обратить ваше внимание. На то, что здесь есть перспективы. Это только все в самом начале. Ну, чтобы вы понимали, что такое перспектива, вот представьте, если вы правильно и грамотно начнете сотрудничать с нашей компанией. Какие у вас будут перспективы? Можете вот так вот, ну, нарисовать на одной стороне странички. Вот так вот расчертите. Ну, например, если я проработаю один год в этой компании. И на второй половинке начертите. А это я проработаю на своем предприятии. Насколько увеличится моя зарплата? Не в деньгах части, а в их количестве. Ну, это, конечно, не совсем так. Но, тем не менее, я желаю, хочу закончить вот это наше мероприятие. На какой, я не знаю, как это, пословице или как. Но очень хорошие слова. Будьте здоровы, живите и помогайте. Все, большое спасибо. Нам нужно сейчас освобождать это помещение. Скоро будет здесь, здесь же, да, будет. Именно здесь будет концерт. Всем огромное спасибо. А, выпустите, пожалуйста, мне уже. Спасибо большое. Привет. Привет. Это именно так. Спасибо. По-другому. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok